Доброе утро с Израиля! Шалом! Температура 38, такая же температура и в воде, заходишь будто в ванну, для Сибиряка это крайне непривычная погода, топится все просто, полдня сидим в доме под кондиционером, чтобы не сгореть. Я хотел сегодня сделать форум воскресного богослужения. О чем мы говорили? Мы говорили то, что наш Бог есть Бог Завета, и когда Он дает нам Завет, Он дает нам миссию. И мы те эпохальные личности, которые в принципе должны совершить свою работу. И в Завете, прежде чем Завет начнет действовать, а Завет несет в себе все большие благословения, и в Завете, как в семени заложена вся сила и мощь, чтобы мы получали все необходимое. Как вот семя, ее посадишь, если она войдет в Завет землей, то даже если сверху асфальт, она может пробить этот асфальт, и ничто не может остановить человека Завета, и ничто не может помешать Завету исполниться. Поэтому есть люди, которые живут своими силами, и им приходится выживать, и поэтому они трудятся, работают, чтобы получить новый, не знаю, чтобы в финансах прорыв получить, чтобы получить прорыв, допустим, по карьерной лестнице, еще в каких-то вещах. И можно своими силами действительно многие вещи сделать. Можно и страну-то, в принципе, поменять, если своими силами мы вот возьмемся, схватимся, то мы ее поменяем. Да, вот я вот общался с украинцами, и сейчас Зеленский там такие порядки наводит, и они прям очень все радостные, что те чиновники, которые раньше воровали, сейчас он пачками снимает, и те, которые хотят остаться на своих местах, они вот на ворованные деньги вытаскивают из своих тайных мест, и начинают вкладывать, чтобы не посадили, и чтобы не уволили. Поэтому, конечно, можно своими силами много чего сделать, но можно исполнить завет. И когда ты исполняешь завет, тогда, в принципе, сам Бог, он прилагает свои силы, чтобы все совершилось, и ты тогда входишь в вот это благосостояние, побеждать, не сражаясь. Когда Бог призвал Моисея, он на горе Халиф, он сказал, что ты сделаешь невозможное. То есть, что значит невозможное? Ты выведешь народ израильский из Египта. Вы представьте, старик приходит, встречается с Богом, он говорит, ты целые свобия народа из самой могущественной империи выведешь, и рабов выведешь. То есть, и у вас вообще появится вообще новая страна, новая земля. И если, честно говоря, посмотреть на обстоятельства, такого вообще не могло просто быть, и в сущности не могут быть. Как вот многие говорят, нашу Россию вообще не изменить. То есть, вот эту коррупционную машину не изменить. Вот это варьё не изменить. Вот, ну, посмотрите, сколько космонавты там делают. Смотрите, какая у них мощь ФСБ там и тогда. Это всё не изменить. Ну, Господь призывает Моисея и говорит, иди, ну, как бы, вот ты это всё сделаешь. И, естественно, когда он слышит этот призыв, у него сразу же сталкиваются вот эти три вещи. Он обманывается собой. Он говорит, как я вообще могу, не армия, старик, ну, не положение, как я могу, ну, это всё это сделать, вот не могу. И Господь даёт три вещи. И первая вещь, он говорит, во-первых, ну, сними обувь. То есть, обувь ассоциируется с свой статус. То есть, мы часто себя оцениваем по статусу. То есть, кто я, мои силы, мои финансы, мои возможности. И когда мы начинаем смотреть на себя объективно, то мы понимаем, что мы мало чего можем-то, в принципе, сделать. Но Бог говорит, что я не хочу, чтобы ты делал. Я хочу, чтобы я делал через тебя. Я хочу, чтобы ты вошёл в завет. И прежде всего, действительно, нужно получить внутреннее исцеление. И исцеление какого-то, что ты уже по статусу принц, ты по статусу благовестник, ты по статусу посол Божий. Ты должен в себе изменить взаимоотношение, кого ты представляешь на земле. Не кто я, а кого ты представляешь на земле. И какая у тебя миссия. Поэтому, если ты исцелишься и приобретёшь мышление священника, царя и пророка, чтобы исполнить Божий план, то тогда, действительно, и будешь наслаждаться этим положением, то и будешь глубоко понимать, когда будешь проходить процесс ученичества, оно будет в тебя входить, что ты будешь понимать, что Бог всегда исполнял завет. И вот как только внутреннее исцеление произойдёт, то тогда, действительно, будучи внутренней исцелением, ты можешь войти в завет. Потому что, если ты схватишься за поручение, но будешь мало доверять Богу, будешь входить в конфликт, или у тебя постоянно будет какая-то обида, или низкая самооценка, или конфликт с людьми, то завет не исполняется. Почему? Потому что у тебя получится так же, как у Муисея, сначала всё делать своими силами. Поэтому вначале наслаждайся. Вот я видел, что некоторые пытаются проповедовать, а ты видишь, что в его лице, как я часто говорю, телевизор его, он поникший, он в стрессе, он в депрессии, то есть он разочарованный, у него есть какие-то внутренние какие-то конфликты. И знаете, вот когда даже ты будешь говорить правильные слова, но если внутри неправильная атмосфера, не атмосфера Царства Божия, праведность, а за всем мир, то это будет передаваться в духе. И надо получать всегда внутреннее исцеление и прежде всего наслаждаться. А когда войдёшь в завет, ты тогда начнёшь понять, что всё, Бог изменил меня внутри, и ты можешь не проповедовать, а свидетельствовать о том, что Бог уже внутри тебя поменял. И вот с этим заветом ты начнёшь понимать, у тебя будут получаться места проповедования, то есть три вещи. Кто я, какое благословение Бог не дал, завет, и что тогда? Он даёт мне моё местодействие или мою землю, где я буду благословен. И благословен ты будешь на поле, благословен дома, благословен при входе, благословен при выходе, благословен плод чрева твоего, плод полей твоих, плод скотов твоих. То есть все благословения, они на тебя сойдут, на человека завета. И куда бы ты ни пошёл, ты начнёшь оживотворить. Оживёт твой дом, оживёт твоё окружение, оживёт твоя работа, карьера. Ты получишь пять духовных сил, ты получишь силу проповедования, потому что слово, оно будет управлять тобой, потому что от того, какое слово в тебе укоренилось, оно будет определять твоё внутреннее состояние. Поймите, я как спортсмен очень хорошо знаю, всегда видно уверенных, сильных, мужественных людей. Даже не, может быть, они физически и не так сильно выглядят, но если ты внутри убеждённый, уверенный, это даже без слов уже идёт пробовать. Если ты убеждён, что ты есть принц, ты царственное священство, что Христос всё решил и что Он тебя призвал, и всё, все небеса тебя будут защищать, все небеса тебя будут благословлять. Ты исполнишь этот завет, и как вот семя, неважно какое над тобой давление, ты пробьёшь это всё не своей силой, а силой Христа. И тогда, главное, схватись за Христа, получи исцеление, схватись за завет свой. Какой завет намного? Говорит, идите и завоюйте этот мир, поменяйте свою страну. Поднимите эпохальных людей, которые будут представлять Христа, представлять Господа на этой земле. Потому что да, действительно, только во Христе придёт ответ пробуждения и процветания и для нашей страны, и твоей земли, и если ты станешь эпохальным человеком, который будешь проповедовать благую весть. Поэтому схватись за это слово, размышляй над этим словом, исцелён ли я, есть ли у меня ещё конфликт по отношению к другим людям. Води в ученичество, для себя скажи, я человек завета. Ну, если ты не хочешь быть заветом, ну, тогда можешь жить своими силами. Ну, потерпишь поражение. Поэтому рано или поздно силы даже у самых сильных заканчиваются. Пусть Бог тебя благословит чётким пониманием и приведёт тебя к исцелению, к завету и к миссии. Благословение.